Слава Украине! Героям слава! Ребята, тут выяснились интересные моменты. Оказывается, ну, не оказывается, все хорошо знают, что Турция поставляла нам Байрактары несколько раз. Там первый раз, второй, третий, я не знаю, может, пять-шесть раз, каждый раз по много штук. Сейчас их у нас довольно-таки много. Сбили их буквально считанные единицы. То есть, Байрактаров у нас много. И вот очень большая доля того, что стоит сейчас на обочинах украинских дорог, а там море стоит, железо сгоревшего, это как раз работа именно этих дронов. Так вот, интересно, что последний раз Байрактары были доставлены не обычные, а с новым, обновленным, так сказать, оптико-электронным комплексом, который называется Асайсан КАЦ. С дальностью обнаружения целей и корректировки огня в 50 километров. На секундочку, да, то есть, довольно далеко. И что еще интересно, что турецкая оптика, которая сейчас на нем установлена, оказалась куда в разы мощнее, чем канадская оптика, которая стояла на первых моделях Байрактаров. То есть, вот такая вот, казалось бы, деталь, но говорит о многом. Прежде всего, Турция не боится нам поставлять современное оружие, в отличие от тех же стран НАТО, которые дрожат там где-то под кустом, боясь что-то современное поставить, кроме, скажем так, джавелинов. Да и то Соединенные Штаты, это не НАТО, это имена Соединенных Штатов. Вот, и НЛО от Великобритании, а все остальное там такое. Те же Панцерфаусты немецкие, все прекрасно знают, сколько им лет. Не, они очень эффективны, тут ничего не скажешь, они великолепны. И танки от них горят замечательно, но это же не новое оружие. Вот, а новое оружие вот поставляли именно турки, американцы и Великобритания. Вот, вот такая вот деталь. И надо сказать, что крайне эффективный Байрактар, особенно, я же говорю, под Киевом, просто красавчики. Единственное, что мы сейчас и у нас на нашем Телеграм-канале, пожалуй, поменьше публикуем видео с Байрактаров, просто потому, что турки попросили этого не делать. То есть, жечь, пожалуйста, танки, а вот видео публиковать не надо, по там ряду причин. Ну, не хотят они ссориться с Россией до такой степени, потому что это сильно... Публикация видео с Байрактаров сильно-сильно унижает вторую армию в мире.